Курсы водительского мастерства – обычное явление в легковом мире. И некоторые бренды, особенно премиальные, даже держат свои собственные школы. Водителей грузовиков учат в первую очередь экономичному вождению, а вот в сегменте легкого коммерческого транспорта водителей после окончания автошкол учат разве что Форд, чья Академия Безопасного Вождения возобновила свою работу в Санкт-Петербурге. За два дня на бесплатные курсы в северной столице пригласили две сотни водителей скорой помощи. А вообще подобные мероприятия Форд и экспертный центр движения Безопасности проводят в России с 2014 года. Программа вообще глобальная, и она работает достаточно давно вообще во всем мире, как таковая. И программа эта благотворительная, она исходит, соответственно, от глобального Форда. В нескольких городах мы проводили уже мероприятия с участием как школьных автобусов, то есть это полноценные школьные автобусы, а также, соответственно, автомобили скорой медицинской помощи. Программа состоит из нескольких простых, но очень наглядных упражнений. Как меняется тормозной путь с ростом скорости всего на несколько километров в час. Переборщил и составленный из кубиков испытатель Петрович живописно разлетается в стороны. Как следить за слепыми зонами и маневрировать, отвлекаясь на телефон. Траекторию ограничивают нечувствительные к наездам конусы. Участники отрабатывают правильный выбор скорости, технику торможения и разбирают ошибки. Если мы говорим о профессиональных водителях, мы взвешиваем профессиональные риски. Вот, например, у водителей скорой помощи одна из их целевых задач – это движение выше скорости потока. Такая работа. И мы должны дать им инструмент для того, чтобы в условиях повышенного риска они могли его контролировать, они понимали границы, которые выходить не стоит. С нервными смешками гости катались на тренажёре по прозвищу «Гильотина». Аттракцион натурально имитирует экстренное торможение и призван объяснить, зачем нужны ремни безопасности. Удивительно, но даже профессиональные шофёры порой не видят в них необходимости. Как только человек закончил автошколу, в принципе, на этом процесс его дальнейшего развития идёт абсолютно без контроля. Редкие водители посещают курсы повышения квалификации, получают дополнительные знания. Но и по сути получается так, что он закатывает свои же собственные ошибки. Никто не скажет ему, что это ошибся, не делай так. Каждый год «Форд» и движение безопасности совместными усилиями проводят одно-два мероприятия. В общей сложности на курсах уже побывало более 8 тысяч водителей из 17 регионов России.